В зале торжеств Дворца Металлургов сегодня собрались самые умные и образованные бывшие школьники Череповца и их родители, чтобы получить заслуженные награды. 70 бывших школьников сегодня из рук мэра получили денежные премии и благодарственные письма. В нашей системе образования завершается очередующий год, но для вас этот год особый. Вы завершаете обучение в средней школе и получаете очень важный документ – аттестат по средним общим образованию. Вы знаете, в этом году, в 2016-2017 учетном году 1426 ребят завершают обучение в 11 классе. И в этом зале сейчас находятся лучшие из лучших. 70 человек, которые в течение всего периода обучения в школе, наверное, достигали таких хороших результатов. Причем 37 из вас имели в течение 10-го, 11-го класса только отметки «Отлично». И 33 по итогам полугодовых, годовых итоговых отметок имели отметки «Отличные» и не более 2-4. Это замечательный результат. ...замечательный язык, чтением русской и зарубежной литературы. Она призер регионального этапа всероссийской ряда школьников по русскому и английскому языкам. Участник заключительного этапа 11-я ряда школьников «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Одноклассники уважают ее за принципиальность и ответственность. В школе я очень много училась, очень много времени уделяла учебе, поэтому я стремилась именно к получению золотой медали. Хотела добиться этого еще с первых лет, но, естественно, много времени проводила со своими друзьями. Меня очень поддерживали и учителя, и родители, и друзья, и я очень благодарна им. Естественно, мой любимый предмет был английский язык, потому что я учусь в школе с углубленным изучением иностранных языков. И поэтому он очень много значит для меня, и учитель тоже очень много значит для меня. Поэтому и в дальнейшем я планирую дальше углубленно изучать английский язык. Ну, хотелось бы, конечно, более престижные вузы, например, СПБГУ или Высшая школа экономики, филиал питерский. Но я все еще жду результатов по английскому и по истории, поэтому это все зависит от моих результатов. Ты уже себя проверяла примерно сколько у тебя? Ну, проверяла, но всегда все равно ожидаешь невероятных результатов и вот либо разочаровываешься, либо радуешься. Я очень счастлива, что у меня такой золотой ребенок. Она большая труженица, молодец. Я посмотрела личное дело ее, и у нее за все года нет ни единой четверки вообще. То есть абсолютная отличница. Я очень горжусь ей. Я всегда ее поддерживала, но в принципе она очень самостоятельно всегда сама шла к своей цели. Я просто ее поддерживала. Может, у тебя есть какое-то секретное испытание таких талантливых детей? Надо их любить просто. Любить и понимать. И вкусно кормить, да. Юлия, из Носторонии, грантская творческая натура. Она победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Английскому языку. Призер регионального этапа по обществознанию. Я закончил среднюю школу номер 33 города Череповца. Мне нравилось вполне. Вообще в приоритете для меня поступить в военное училище. Как-то это в душе ближе. Интерес к этому есть. Я испытываю гордость за сына, радостное настроение. По поводу поступления в военное училище у нас семья военная. Наверное, передалось в наследство. Желание, стремление. Необычайный, целеустремленный и трудолюбивый человек. Она призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Русскому, французскому и английскому языкам. Хочет заниматься лингвистикой. Любит путешествовать. Математика 100 баллов, информатика 94, русский 96, физика 96. Победитель регионального этапа по математике, информатике и физике в этом году. На Всероссийскому немножко не повезло по информатике. В будущем я хочу связать свою жизнь с программированием. Я определился уже в девятом классе. Мне нравится эта отрасль. Я участвовал во многих олимпиадах по программированию информатики. Мне интересно решать логические задачи, которые дает этот предмет. Я буду поступать в Московский физико-технический институт на факультет инноваций и высоких технологий. Мне кажется, что это лучший вуз в России в этой отрасли. Именно поэтому я туда иду. Нужно сказать большое спасибо моим учителям, которые потратили очень много своих сил и времени на то, чтобы заниматься с нами. Я хочу быть успешным человеком, который прежде всего сможет быть счастлив и содержать свою семью. При этом не проводить на работе все свободное время, чтобы уделить время и семье тоже. Я хочу мечтаю, чтобы каждый из вас состоялся как профессионал, как личности. Вы уже во многом сформировались. Чтобы вы нашли для себя ту профессию, которая станет для вас увлечением всей жизни. Чтобы вы не меняли профессию, не искали себя в профессиональной области, а твердо знали, чем вы хотите заниматься. И все свои силы, энергию посвящали тому ремеслу, который вы выберете. И мне очень хочется пожелать, чтобы независимо от того, где и какое образование вы получите, профессионалам в какой области вы состоитесь, чтобы Череповец для вас оставался малой родиной, чтобы вы реализовали себя, если не в Череповце, то, по крайней мере, в России. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!